Большой привет подписчикам и гостям моего канала. Сегодня будет видео исключительно для девочек, но если к нам присоединятся парни, то я буду этому только рада. Итак, сегодня мы будем говорить о том, как в домашних условиях своими собственными руками сделать патчи под глаза. Этот способ я узнала сравнительно недавно, но он мне очень понравился и поэтому я спешу поделиться им с вами. Более того, скажу, что мы будем делать не просто патчи, а патчи для многоразового использования из натуральных компонентов. Кажется ли, девушка хочет быть красивой и идеальной? Патчи это как раз-таки одно из средств, которое действительно поможет вам выглядеть на все сто. Я, к сожалению, подвержен утренним припухлостям и кругам под глазами. Они знакомы многим девушкам, особенно кто пьет много воды на ночь, да, то есть отеки. Кто не высыпается, много проводит времени за компьютером. Поэтому патчи под глаза это действительно спасение, спасение 21 века. На данный момент на рынке представлено очень много фирм, которые производят патчи под глаза, но могу заметить, что стоимость их далеко не дешевая. Очень распространены корейские патчи под глаза, все очень их хвалят. И вот когда нашла этот рецепт, мне стало очень интересно попробовать. В принципе, я осталась очень довольна этим средством и поэтому хочу с вами поделиться его рецептом. В чем же заключается такая высокая эффективность патчи под глаза? В данном случае, когда мы говорим о домашних патчах, здесь же, конечно, в первую очередь идет охлаждающий эффект. Так как наши патчи находятся в холодильнике, они имеют низкую температуру и нанося под глаза, на кожу, они уменьшают припухлость, борются с отечностями, что делает наш взгляд более сияющим, красивым и живым, отдохнувшим. Для приготовления этого чудо-средства нам понадобится 1,5 чайных ложки желатина быстро растворимого, 4,5 чайной ложки теплой воды. Кстати, теплую воду можно заменить экстрактом трав, например, ромашки, календулы или огуречной водичкой для большей эффективности. Высыпем желатин в подходящую емкость, добавим воду и оставим для набухания. После этого разогреем в микроволновке или же на водяной бане. В готовый раствор нужно налить заранее подготовленные формы, их должно быть 2. Данного количества состава нам хватит как раз таки на 2 патчи. Затем поместить форму в холодильник до застывания. После этого мы извлекаем форму, оттуда вырезаем, достаем наши заготовочки. Из этих заготовочек нам нужно вырезать сами патчи. Сделать это можно двумя способами. Можно просто на глаз вырезать, либо нарисовать или распечатать из интернета шаблон настоящего патча. Вот что получилось у меня. После этого мы берем патчи, наносим на них свое уходовое средство за областью вокруг глаз, равномерно распределяем и крепим патчи к коже. Все отлично держится и не отваливается. Главное, чтобы патчи не были слишком толстыми, иначе с этим могут возникнуть проблемы. Ближет данное средство следует 5-7 минут. После этого патчи начинают слегка размягчаться под воздействием тепла. Надеюсь, вам понравятся домашние патчи так же, как и мне, и вы по достоинству оцените все их преимущества. Могу сказать, что я себе уже сделала и вторую заготовку, но на этот раз они у меня получились слишком тонкие. Держать их на лице гораздо удобнее и приятнее, но они очень быстро начинают размягчаться и подтекать. Естественно, не так хорошо удерживают холод, как делают более толстые заготовочки. Как я и говорила, уже патчи нужно хранить в холодильнике, для этого вам потребуется баночка с крышечкой, для того, чтобы можно было их спрятать и они не высыхали. Я допустила ошибку в свои вторые патчи, которые я сделала очень тонкими. Я оставила в холодильнике без какой-либо защиты, и они высохли и превратились почти что в стекло. С толстыми патчами этого не произошло, поэтому да, обратите внимание, что хранить их все-таки нужно в какой-то плотно закрывающейся емкости.